Вы смотрите новости на шестом канале студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Александр Филиппов останется в колонии. В Петушинском райсуде рассмотрели ходатайство со стороны защиты опального политика и бизнесмена. На заседании сегодня работала моя коллега Маргарита Махрова. Этот материал сейчас готовится к эфиру. Мы покажем его чуть позже, а пока к другим новостям. Также сегодня стало известно, что одного фигуранта громкого уголовного дела все же освобождают по УДО. Речь идет о Сергее Курышеве. Информация о том, что его ходатайство об условно-досрочном освобождении удовлетворено, появилось на сайте того же Петушинского районного суда, где сегодня отказали УДО Филиппову. Дело рассматривали 14 января. Напомним, бывшего депутата ЗАГС Собрания Курышева приговорили к пяти с половиной годам колонии за пьяное ДТП со смертельным исходом в июне 2015 года. А в ноябре 2018 Сергея Курышева признали виновным в подделке платежных документов и назначили наказание в виде лишения свободы сроком еще на два года. Но спустя два месяца после вынесения этого решения экс-депутат выходит на свободу. В колонии Сергей Курышев провел три с половиной года. Последнее время он бывал наказанием в ИК-2 города Покрова. Сергей Курышев стал одним из основных свидетелей обвинения по делу бывшего вице-губернатора Дмитрия Хвостова. Напомню, в результате экс-чиновника отправили за решетку на 11 лет. Роженица выиграла суд у врачей. Год назад наш телеканал рассказывал трагическую историю Дарьи Щербаковой. Женщина готовилась стать матерью. Для нее это была вторая беременность. Но жизнь для Дарьи разделилась на до и после. В один день, когда выяснилось, что на 41 неделе беременности так и неродившийся мальчик задохнулся. Была проведена экспертиза. Эксперты установили, что врачи могли спасти ребенка. Суд прислушался к доводам экспертов и вынес решение о компенсации морального вреда с лечебных учреждениях, где Дарья наблюдалась и наложили штраф. Речь идет, по словам Роженица, о 5-й городской больнице и перинатальном центре. Более того, по этому эпизоду возбуждено уголовное дело. Теперь адвокат Иван Куровский, который защищал интересы Дарьи в суде, намерен доказать, что Дарья стала бесплодной из-за халатности медиков. Суд удовлетворил исковые требования Щербаковой частично. С обеих медицинских учреждений взыскана сумма в размере 150 тысяч рублей. Мы с этим решением согласны. Изначально Щербакова шла в суд не за деньгами, а для того, чтобы доказать свою правоту, для того, чтобы доказать виновность в действиях или бездействиях врачей и, конечно, чтобы такого больше не повторилось. Насколько бы подорожал вывоз бытовых отходов, если бы мусорная реформа в регионе стартовала уже сейчас? Что не так делают те, кто кладет деньги за капремонт на спецсчет? Как руководство области восприняло новость об отдельной платежке Владимирского водоканала? И, конечно, как уберечь горожан от взрыва бытового газа? Эти вопросы обсуждались на общественном совете по ЖКХ. Репортаж Александринина. Это даже хорошо, что в мусорном вопросе Владимирской области пока все по-старому. Как было сказано сегодня на совете? Если бы мусорную реформу не отложили на год, то за вывоз ТБО люди платили бы больше. Если мы сейчас платим в среднем с 30-метровой квартиры где-то приблизительно 100-105 рублей, то здесь мы бы заплатили 118 рублей, соответственно. А там, где 5 человек зарегистрированы, мы бы заплатили уже, соответственно, порядка 600 рублей. То есть разница, вы видите, какая. Нормативы накопления мусора во Владимирской области выше, чем в соседних регионах. Причем сейчас они рассчитаны таким образом, что в карман простых жителей залезли глубже, чем в карман бизнесменов. Владельцам магазинов, например, вывоз ТБО привязали к торговой площади, а не к общей. Нормативы накопления мусора нужно пересматривать. Вывод общественного совета при губернаторе. Из других задач на 2019-й ужесточить законодательство по поводу капремонта. А то собственники домов меняют окна в подъездах на стеклопакеты и проводят эти работы как капитальный ремонт. Этим грешат те дома, где собирают деньги не в общий котел, а на спецсчет. Эксперты считают, что это не целевое расходование средств, но законодательно доказать это пока не могут. Нами такие материалы собираются, да, направляются в правоохранительные органы, но, к сожалению, пока ни одного материала, ну, скажем так, не заинтересовало эту полицию. Почему? Потому что, ну, опять же, повторюсь, наверное, понятия не целевого расходования таких денежных средств нет. Кстати, в связи с увеличением НДС на 2% все сметы по капремонту домов будут пересмотрены в сторону увеличения. Иначе подрядчикам просто невыгодно работать. И в связи с этим пока не ясно, то ли домов теперь будут ремонтировать меньше, то ли тариф в 6,50 надо пересматривать. Платежи за воду во Владимире Горводоканал сам теперь будет их собирать. И это вызвало гнев губернатора и председателя Совета по ЖКХ, потому что федеральный тренд как раз наоборот – переходить на единую платежку. Государство в целом, президент говорит, правительство, оно говорит, оно что, оно говорит, что должно быть концентрация всего, концентрация в руках государства, а не отдельно, кстати, взятых муниципалитетов. Хочу это подчеркнуть отдельно. Это говорит президент. Если мы, знаете, там каждая структура будет свою платежку делать, до чего мы докатимся? Сейчас будет происходить синхронизация передачи данных, и в процессе передачи есть возможность, потому что это разные совершенно программы, произойдет сбой. И, соответственно, часть данных не будет передана, и необходимым образом не отразится в программах муф Владимира Городоканала. То есть, поэтому, если вы увидите, что вам начислили больше, там указано другое количество зарегистрированных лиц, другой собственник указан в лицевом счете. В первую очередь, обратитесь непосредственно к муф Владимиру Городоканалу, сделать в электронном виде запрос в ООО «ЕРИЦ». И, конечно, бытовой газ – актуальная тема. Взрывов во Владимире никто не хочет, но некоторые жильцы так и не заключили договоры на обслуживание газового оборудования. С этим будут бороться. Основная задача, которую мы все-таки ставим перед нами, перед органами местного самоуправления и перед газовоспределительными организациями, – это принятие, исчерпывающее меры к недопущению использования природного газа для обеспечения коммунальных бытовых нужд в отсутствии, как я уже ранее говорил, стопроцентного охвата договорами технического обслуживания. Срок мы здесь устанавливаем до 1 марта 2019 года. К самим газовикам тоже много вопросов. В частности, по котельной высотке на проспекте Ленина 5А. Разбирающиеся в вопросе люди говорят, что она построена с нарушениями, но принята в эксплуатацию. Почему? Спросить не у кого. Представители «Газпрома» на заседание не явились. Вопросы, как они работают, чтобы граждане спали спокойно, тоже остались без ответа. Я не вижу здесь представителей газовой службы. Где у нас «Облгаз»? Я не понял. Я вообще не понимаю, почему здесь нет. Потому что возникают вопросы, они возникают не к администрации области. Предыдущий губернатор на таких советах появлялась нечасто. Присылала своего зама по ЖКХ Смолину. Владимир Сипягин сказал, что подобные советы должны стать продуктивнее. Проводят их не для бумажных отчетов. Александр Инин, Егор Хребко, 6 канал. И возвращаемся к ранее заявленной теме. Александр Филиппов останется в колонии. В Петушинском райсуде рассмотрели ходатайство стороны защиты опального политика и бизнесмена. Адвокаты предоставили аргументы в пользу условно-досрочного освобождения. В Покровской колонии Филиппов отбывает срок за мошенничество с тарифами на электроэнергию и из-за сделок с Гусевской котельной. Что же оказалось сильнее аргументов защиты на заседании побывала Маргарита Махрова. На заседании суда осужденный политикой бизнесмен Александр Филиппов присутствовал виртуально. С Покровской колонии К-2, в которой он отбывает наказание, из Петушинского райсуда организовали сеанс видеосвязи. Еще в конце прошлого года сторона защиты в лице двух бессменных адвокатов Овчинникова и Багрянского ходатайствовала об условно-досрочном освобождении бывшего руководителя холдинга МРГ Инвест. В случае положительного решения судье Новый год Александр Филиппов мог встретить с родными дома. Однако заседание перенесли, так как прокурор не успел ознакомиться с материалами. И вот, наконец, суд состоялся. Аргументов у защиты немало. Филиппов на протяжении длительного периода времени занимался благотворительной деятельностью, оказывал помощь детям-инвалидам, детям-сиротам, ветеранам, детским садам, школам, лицеям, интернатам, храмам и тому подобное. Он положительно характеризуется митрополитом Владимирским и Судорским, а также депутатом Государственного дома Федерального собрания Шейкуддиновым. Потерпевший не имеет претензий к Филиппову и полагает возможным его условно-досрочное освобождение. Долг потерпевшему, а это более 66 миллионов рублей, выплачен, штраф погашен. К тому же Филиппов уже отбыл большую часть наказания. На окончание срока ему осталось еще полтора года. Кстати, около двух лет бизнесмен провел в жестких тюремных условиях. Находился он во Владимирском централе. И лишь недавно его перевели в колонию общего режима. Это тоже подчеркнула защита. У осужденного четверо несовершеннолетних детей. Кроме того, у Филиппова высшее образование, степень кандидата экономических наук. Работа, по словам адвоката, тоже найдется в качестве финансового директора ООО. Все материалы защиты передала суду. Охарактеризовать осужденного попросили представители колонии К-2. Однако учреждение представило отрицательную оценку. Как выяснилось, несмотря на хорошее поведение и активность Филиппова в спортивных и культурных мероприятиях в исправительном учреждении, за время пребывания он не успел получить поощрений. А вот воспитательные беседы и даже одно взыскание было. Но история, судя по всему, неоднозначная. Это заключается в том, что осужденные, Александр Сергеевич, и еще раз в судьбе, свободно пошли, не дождавших сотрудников. То есть они должны более подождать, пока он удостоверится, что он за ними идет. Да. А какие-либо другие нарушения не допускал Александр Сергеевич за вперед? Нет, ни нарушений вообще не было. Как выяснилось, осужденный Филиппов вместе с Невальным без сопровождения сотрудника колонии однажды проследовали в библиотеку, чтобы узнать, выписали ли газету. Из блока их выпустил сотрудник колонии. Однако около 10 метров они прошли без сопровождения. И это посчитали нарушением. Мы прошли без сопровождения, где находится, где на лестнице второго этажа нас остановил сотрудник, который задал вопрос внимательно, почему проходим без сотрудника. Нас проводили внимательно, что у нас сотрудник, он туда пошел сотрудник дальше. Он уже, как бы, он этот вопрос не спрашивал, не ездил сам. Заместитель прокурора Петушинского района отметил, что в связи с неоднозначным поведением Филиппова в удовлетворении ходатайства следует отказать. Я думаю, что осужденному еще будет время, так скажем, зарекомендовать однозначно свое положение и отношения и обратиться с аналогичным ходатайством. Напомним, Александр Филиппов в местах лишения свободы с июня 2016 года. Тогда его арестовали прямо в зале суда. Осужден Филиппов был на 4 года 6 месяцев в колонии общего режима по двум уголовным делам за мошенничество с тарифами на электроэнергию и в связи с куплей, продажей и перепродажей Гусевской котельной. Тогда в итоге суд пришел к выводу, что действовал бизнесмен из корыстных побуждений. К слову, на заседании суда присутствовал и отец Александра Сергея Филиппов, известный также как бывший вице-губернатор Владимирской области и экс-руководитель одной из газовых компаний региона. Покидая зал заседаний перед удалением суда на перерыв, он высказал свою позицию. Рассмотрев все документы по ходатайству защиты, в итоге суд все же принял отрицательное решение. Отбывать положенный срок осужденному придется до июня 2020 года. Подать повторное ходатайство об УДО по закону можно только через полгода. Однако сторона защиты объявила о том, что уже на следующей неделе будет обжаловать данное решение высшестоящей инстанции. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, Шестой канал. Зачем Владимирским автобусам нужны турникеты? Транспортная компания ДМ установила их в некоторых автобусах. Речь пока идет только о маршруте 9С, который курсирует между микрорайонами 8ЮЗ и Веризина-2. Собирается ли компания заменить кондукторов механической системой? И довольны ли жители появлением новой системы в автобусах? Разбирался Алексей Домнин. Турникетом быть, но временно и только в четырех автобусах. По крайней мере, таково решение транспортной компании АДМ на данном этапе. Об этом в нашей съемочной группе рассказал Андрей Алферов. Напомним, пропускные системы появились в городских автобусах маршрута номер 9С недавно. По словам помощника генерального директора Владимирского перевозчика, установка турникетов позволит посчитать количество пассажиров на маршруте. Эксперимент продолжит до февраля этого года. А вот о дальнейшей судьбе новой для Владимира автобусной системы решение еще не принято. Ясно одно, наиболее загруженные маршруты продолжат работать по прежней схеме. Мониторинг пассажиропотока производится для того, чтобы видеть картину не только на этом маршруте, но она экстраполируется и на другие маршруты. Поскольку поставить на другие маршруты данное устройство, данный турникет мы не можем, так как слишком большой пассажиропоток. Это просто остановит транспорт и будут очень сильные задержки по маршрутам. После проведенного мониторинга станет понятно, кто платит за проезд, кто передвигается по проездным, на каких остановках собирается больше всего людей. В целом это должно помочь улучшить транспортную ситуацию в городе, рассказывает в руководстве АДМ. Вместе с тем компания сделала все, чтобы людям, которые пользуются маршрутом 9С, новая система доставляла минимум неудобств. Вход в таких автобусах через переднюю дверь. Здесь и находится турникет. К нему ничего прикладывать не надо, достаточно просто пройти систему и продолжить свою поездку. Наша съемочная группа решила поинтересоваться у самих пассажиров, а как они относятся к новой проходной системе в четырех автобусах Владимирского перевозчика. Я думаю, компании виднее и не составляет труда открыть среднюю дверь, для того, чтобы мама с ребенком и с коляской зашли в автобус. Для меня, как для мамы, сложности нет, что турникет поставили. Нам открывается средняя дверь, заходим, все удобно. Я считаю, что это просто новый эксперимент. Я же ездила в Москве, знаю, как там. Меня лично это не беспокоит. Отличительные особенности новой системы – это дешевизна и высокая точность подсчета. Электронные счетчики слишком дорогие и порой могут предоставлять неточную информацию, рассказывают в руководстве АДМ. По словам представителя Владимирского перевозчика, собранная информация поможет выработать новые правила для автобусных маршрутов. Временные и частичные меры – это путь к удобству всех, говорят в АДМ. Алексей Домин, Егор Хребко, Шестой канал. Одним светофором больше. У Владимира уже несколько дней работает новый светофор. Он расположился на остановке Соборной площадь на одном из самых оживленных пешеходных переходов города. Как отнеслись владимирцы к появлению светофора и в чем особенность его работы, расскажет Екатерина Корнилова. Светофор заработал, но люди продолжают перебегать на красный. Оптического регулировщика на Соборной площади пока не замечают ни пешеходы, ни автомобилисты. Только за полчаса правила на этом участке дороги нарушили более 10 человек. Те, кто ездит по правилам, признаются – переход проезжают машинально. Где он? Я не видел даже его, если честно. Ну, если вы поехали на зеленый или на красный, даже не заметили? Зеленый, зеленый. Я даже не обратил внимания даже, если честно. Мне кажется, тут так подряд светофора хватает. Особенно он на вокзале два подряд стоит. Тут теперь два подряд стоит. Поставили светофор на этом переходе не случайно. Большой поток пешеходов затрудняет движение транспорта. Люди привыкли переходить дорогу по одному, и в час пик Большая Московская постоянно стоит. Светофор должен стабилизировать движение. Работает по нажатию кнопки, то есть включая зеленый свет по требованию пешеходов. Аналогичные светофоры есть и на других дорогах Владимира. Там проблем с движением не возникает. Пробок, уверенно, в Центре управления городскими дорогами удастся избежать и здесь. Проведен определенный мониторинг. Центр управления городскими дорогами совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства провели мониторинг. Исследовали количество транспортных единиц, определили количество пешеходов за единицу времени, сколько проходит. И подобрали оптимальную схему работы светофорного объекта. Поэтому, я думаю, пока все в порядке. Время для перехода ограничено. Зеленый свет горит всего 18 секунд. Но пешеходы и водители, которые к нововведению уже привыкли, отмечают, что движение на этом участке стало лучше. Я считаю, да. А почему? Ну, я вижу, как много здесь народу. Плюс сейчас остановка. То есть, если автобус едет, нужно срочно пройти. Это замечательство. Не, ну, в принципе, нормально все сделали. Ну, как бы некоторые водители еще, ну, точнее, пешеходы не понимают то, что это. Как бы это не проблема. То есть, это остановка установили для пешеходов, да? Ну, конечно, для пешеходов, чтобы, ну, не сбивали там никого и так далее. К новой системе движений привыкать придется. Но в мэрии уверены, теперь этот участок дороги стал безопаснее. Екатерина Корнилова, Александр Мажаров, Шестой канал. Прямо сейчас, коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. За смерть ребенка пойдет под суд. В Александрове завершено следствие по делу 24-летней местной жительницы. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности собственному сыну. Пятимесячного малыша доставили в Александровскую больницу 7 июня 2018 года с диагнозом истощения крайней степени. Спасти ребенка не удалось. У малыша была тяжелая белково-энергетическая недостаточность. Следствие установило, что мама часто оставляла владельца без еды и питья. Обвиняемая пояснила, что это от недостатка средств. Хотя следствие установило, что на сигареты и спиртное себе и сожителю деньги женщина находила. Свою вину в произошедшем обвиняемая признала. Экс-директор Петушинского лесничества за взятку предстанет перед судом. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя государственного кабинета «Заречное лесничество». Установлено, что два месяца назад подчиненные директора довели до него информацию о выявлении факта незаконной вырубки деревьев. Начальник встретился с предпринимателем, который нарушал закон, и предложил за 45 тысяч рублей закрыть глаза на его деятельность. При получении части денег директор был задержан, а на следующий день уволен со своего поста. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Оштрафовали на 100 тысяч рублей за невывоз мусора. К такому наказанию привлекли одну из структур Минобороны, а именно федеральное государственное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление». Одной из задач этой организации является вывоз ТБО с контейнерной площадки многоквартирного дома, расположенного во Владимире. С поставленной задачей они не справились. Мусорный коллапс случился в октябре прошлого года, и это не единичный случай. Учреждение уже не раз привлекалось к административной ответственности по аналогичным нарушениям. Данные факты выявлены 19-й военной прокуратурой армии. Губернатор исполнил мечту подростка из гусь-фрустального. 12-летний мальчик Саша Крылов грезил покататься на собаках породы хаски. Ее мечта была написана на открытке, которая была запечатана в шар. Новогоднее украшение висело на елке желаний в Кремле. Глава региона снял с ветки именно этот шар и устроил мальчику праздник в Суздальском районе в клубе любителей ездового спорта. Подросток самостоятельно смог управлять упряжками из 4 и 6 собак. Кроме этого, Сипягин вручил детям семьи Крыловых сладкие подарки. Всего же глава нашего региона снял с елки желаний пять шаров с мечтами детей из Владимирской области. Жизнь в танце. Уже в это воскресенье во Дворце детского и юношеского творчества пройдут чемпионаты первенства региона по танцевальному спорту. В программе состязаний спортивные танцы и брейк-данс. Затем, как готовятся участники к ответственным соревнованиям, наблюдали мои коллеги. Уже в эти выходные Дима будет выступать перед сотней соперников со всего региона. В воскресенье во Владимире пройдет чемпионат области по танцевальному спорту. Энергия движения, танца и драйва захлестнет Дворец детского творчества на улице Мира. Свои силы покажут и те, кто занимается брейк-дансом. В начале каждый участник будет выступать отдельно. У танцора будет всего несколько секунд, чтобы показать все, на что он способен. А вот лучшие из лучших выйдут на состязания в финале один на один. Дима, несмотря на юные годы, уже опытный брейк-дансер. Намерен выложиться по полной, но для него все же главное не победа, а участие. Сейчас я не думаю о победах или поражениях. Мне так проще настраиваться. Мне главное выйти, сделать все красиво, круто, четко, не налажать. Чтобы зрители поорали. Для меня это важнее, чем победа. Но желающих выиграть будет немало. Победители состязаний поедут в Казань, где пройдет чемпионат России по танцевальному спорту. Более того, впервые на территории региона соревнования пройдут в лучших спортивных традициях. Сильнейшим танцорам будут присуждаться спортивные разряды. Будут первые соревнования. Именно соревнования, не фестивали, а именно соревнования, где раньше это были танцоры, сейчас это танцоры-спортсмены. Они будут получать уже звание, спортивные книжки, ну как во всех соревнованиях. Судьи спортсменов-брейк-дансеров будут судьи из Москвы. По словам организаторов, среди них будут и настоящие легенды танцпола. Больше всего участников, говорят, владимирские тренеры, будут в возрастной категории от 7 до 10 лет. И среди целей предстоящих соревнований помочь реализовать свой потенциал тем, кто только начинает свой путь в большой танец. Можно заниматься дома, можно заниматься для себя. Но если ты делаешь вклад, неважно, в какой это чемпионат, который в сетке соревнований, или просто фестиваль, который устраивают многими другими ребятами, чтобы они могли и там себя реализовывать. Вот наши цели, я думаю. В планах у владимирских брейк-дансеров провести чемпионаты городов и области. Спортивные танцы в регионе продолжают набирать обороты. Валерия Саенко, Алексей Домнин, Артем Горчаков. Шестой канал. Прямо сейчас еще немного полезной информации. Прогноз погоды. Если вам есть о чем рассказать, звоните нам 36 66 66, и вы тоже можете стать героем нашей программы. Ну а я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Сегодня ночью у Владимира будет малооблачный, преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут минус 10 градусов. По прогнозам синоптиков, завтра будет облачно, возможен небольшой снег. Температура воздуха составит 6-7 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный со скоростью до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха составит 85 процентов. Субтитры предоставил DimaTorzok